Саргас, я недавно наткнулся на ваш канал, но к сожалению не могу выделить 20 минут, чтобы посмотреть 800 ваших видео. Вы не могли бы как-нибудь по-простому сказать начинающему, как начать заниматься магией? Всем привет, с вами Саргас. В целом вопрос резонный, особенно если у вас действительно нету свободных нескольких минут, чтобы посмотреть все видео на моем канале. Я думаю для начала вам стоит посмотреть хотя бы плейлист первые шаги в магию, он поменьше всех остальных. Ну в целом начать конечно желательно с просмотра моих видео и просмотра их по плейлистам. Вспоминается тут английский по плейлистам, не хочу его обижать, но я подсчитывал, там по-моему нужно что-то типа 6 лет смотреть только его канал. Мне все советовали типа изучайте английский по плейлистам, я такой а у меня что свободные 6 лет есть где-то? Где там начало, где конец? Не хотелось бы уподобляться, но тем не менее, если смотреть по плейлистам, там первые шаги в магию, основной мой плейлист, теория магии, практическая магия. А вот посмотрите видео, хотя бы там по десятку видео с каждого, потихоньку, не торопясь, можно включать где-то фоном в машине или во время тренировки. Очень рекомендую подключить YouTube премиум, я не понимаю людей, которые этим не пользуются. На хрена смотреть рекламу по несколько минут, почему бы не выключить ее за пару долларов в месяц? Тем более, что это позволяет скачивать видео в телефон, смотреть в фоновом режиме с заблокированным экраном, что очень актуально для медитации, которую я в последнее время начал записывать. Это не реклама, я с YouTube премиум как бы ничего не имею, просто добрый дружеский совет. В общем, посмотрите там хотя бы по десятку видео из каждого моего дельного плейлиста, стримы смотреть не обязательно, и у вас уже хоть какое-то впечатление, хоть какое-то представление о магии сложится. Одну минуту. Прежде чем мы продолжим, я хотел бы напомнить, что в ближайшее время будет проведен мастер-класс, посвященный магии нового года. Я расскажу вам, как правильно выстроить свои цели на Новый год, как достичь своих желаний, как изменить свою жизнь к лучшему. Все ссылки будут в описании, на мастер-классе вас ждут ритуалы, практики и конкретные действия для изменения своей жизни в лучшую сторону. Продолжаем. Вам нужно четко понять, что заниматься стоит только светлой магией. Я не буду сейчас вдаваться в вопросы аргументации, света и тьмы и прочее, об этом я множество раз говорил на канале, рано или поздно вы на все эти видео наткнетесь. Путь светлого мага Практическое пособие для начинающих. Можете купить ее на моем сайте. Это немного поддержит меня как автора. Можете купить на любом электронном ресурсе, типа Литрес, Сторител, где-то еще, там она доступна по подписке. Тогда я получу примерно 2 цента реклама за 2 цента, конечно, да. Но лучше приобретать мои книги на моем сайте. Так, по крайней мере, я хоть что-то вижу, хоть какие-то материальные стимулы писать книги дальше. В общем, начните с первой книги, там я в общем описываю, как магия выглядит, как это все работает, как получить в целом представление обо всем этом магическом мире. То есть отбрасываю какие-то совсем бредовые идеи, объясняю, что и как. А со второй книги, путь светлого мага, как развить энергетику человека, название похоже, не путайтесь, пожалуйста. Я даю конкретные упражнения. То есть, как и в моей школе практической светлой магии, я в главе описываю какую-то теорию и в конце даю домашнее задание. И вы в течение недели или оговоренного там срока выполняете соответствующую энергетическую практику или магическую практику. Это позволит вам планомерно, постепенно развивать свою энергетику. Без риска вступить в секту, продать душу тьме, порвать себе чакры, обзавестись каким-нибудь подселенцем, заключить контракт, который вы не сможете разорвать. А опасностей в магии очень много, не стоит их недооценивать. Можно просто по тупости прочитать заклинания на незнакомом языке и подключиться к тьме. А выключиться очень непросто, если не сказать практически невозможно. Если вас все это заинтересует, если вас моя вторая книга сподвигнет проводить практики, вы поймете, что вы способны в принципе практиковать, то можете продолжить чтение моих книг и выполнение данных там рекомендаций. Книги стоят абсолютно недорого. Как я уже сказал, можете купить их на сторонних ресурсах. Я в целом, скажем так, то, что вы мою книгу купите для меня за 2 цента или за несколько долларов, на моей жизни это не особо скажется. Так что приобретайте, где вам удобнее. Но если вы заинтересуетесь этим, можете потом приобрести третью мою книгу. Там тоже даются пошаговые упражнения. Книг уже 5, пятая в процессе написания. Я надеюсь, что скоро будет закончено. Думаю, все понимают, я пока в эмиграции немножечко не до того. Пытаюсь хоть как-то легализоваться в Европе. Если все это вам все еще интересно, ну, вероятно, пройдет несколько месяцев, вероятно, вы продолжаете смотреть мой канал. Если вам интересен именно мой формат подачи информации, если вам интересна моя методика обучения, то вы можете вступить в мою школу практической светлой магии. Формат обучения там достаточно простой. Я высылаю раз в неделю вам лекцию, где, как и в моей книге, даю теорию, ну, там, от трех страниц А4 до восьми в среднем. Ну, есть курсы, где лекции подлиннее, например, по астрологии, или есть какие-то отдельные лекции в общем курсе, которые, ну, по какой-то причине более объемные. Но я стараюсь держаться в рамках там в среднем пяти страниц. Больше, на мой взгляд, давать чаще всего смысла нет, так как материал бывает непростой для освоения. Там нужно законспектировать, несколько раз перечитать. В конце будет дана практика. Вы выполняете в течение семи дней практику. В конце недели пишите мне отчет. Отчет. Иногда я переезжаю, болею, что-то еще. На сутки задерживаю ответ на ваш отчет, отправку лекции. Вы начинаете истерить в почте, пишите мне 10 сообщений. Я вас из школы выгоняю. На этом ваш магический путь заканчивается. Ну, если серьезно, то я стараюсь, конечно, минимизировать такие нюансы. Но нужно понимать, что я тоже человек. Бывает и правда вот на сутки где-то задерживаю. Стараюсь больше суток не пропадать. Вот один раз в моей карьере было, что я там застрял. Машина сломалась в Германии по дороге во Францию. И вот неделю от меня не было вестей. Несколько учеников там всерьез забеспокоились. Но в целом люди понимают, что я бываю в дороге, бывает всякое. В общем, таким образом у нас складываются достаточно простые взаимоотношения. Я даю вам информацию, даю практику. Вы пишете отчет, как у вас дела. Вы пишете вопросы, соответственно, какие у вас возникли. Объем отчета ограничен, чтобы мне вот такие полотна не строчили, чем некоторые раньше грешили. Но там разумные ограничения. То есть все, что вы хотели спросить, вы спросить сможете. Там мне некоторые по 10 вопросов задают за раз и вполне там умещаются вместе с отчетом. Таким образом, вы постепенно, планомерно, выполняя практики, будете становиться магом. Если вам не нравится мой формат подачи информации, это вполне нормально. Вы можете найти любую другую школу или продолжить просто заниматься по моим книгам. Со мной таким образом взаимодействовать вообще никак не нужно. Если хотите углубить какую-то конкретную тему, смотрите мастер-классы. Их на моем сайте достаточно много. Стоят они относительно той информации, которую я даю, довольно недорого. Ну и смотрите мой канал. Это абсолютно бесплатно. Я уже много лет этим занимаюсь. Для тех, кто просто хочет заняться магией и у кого нет там возможности, желания или какие-то еще причины, кто у меня в школе не учится. Любой желающий может зайти на мой канал и посмотреть хоть все мои видео, хоть за раз, хоть по три раза. Все в открытом доступе. И я надеюсь, что буду иметь возможность продолжать свою просветительскую деятельность. Таким образом вы можете стать магом, вступить на путь магии. И я надеюсь стать светлым магом, потому что темных, к сожалению, и так достаточно. Благодарю за внимание. До встречи.